Так вот как раньше делали сильных женских персонажей привет мои адекватные и абсолютно верующие высшие космические силы подписчики с вами я ваш верный проповедник на улице печет солнце по телевизору на ютапчике идет очередной выпуск передачи следствие вели а я же сижу тут с ноутбуком и пишу этот текст для ролика который надеюсь вам будет по душе не будешь слушаться тебе бабай придет так пугают детей неумелые родители сегодня мы с вами продолжим разбирать серию игр легенды кирандии но перед этим хотелось бы сказать пару слов насчет предыдущего ролика после просмотра видео про первую часть а именно приключения нашего замечательного брондончика некоторые зрители высказали мнение что сам квест по себе достаточно скудный и не особо достойный внимания мол странные загадки и душные головоломки не особо интересны спасибо конечно за ролик но давай чего-то другого в первую очередь я благодарен за фидбэк и честность мне тут подлизы не нужны чего не нравится сразу говорите и желательно подкрепляйте аргументами далее я скажу вот что с одной стороны понимаю данные высказывания появились не с пустого места и в иной ситуации я может быть даже прислушался все-таки я зрителей уважаю искренне хочу доставить море интересного контента но смею заявить и даже немного успокоить вторая часть про которую в данном ролике пойдет речь на несколько голов выше предыдущий во всех аспектах и повествование и геймплей и головоломки в этой игре куда интереснее и продуманнее нет первая часть конечно была хороша но даже самые преданные фанаты считают ту же вторую часть одной из самых любимых серии я мог бы сразу перейти к рассказу второй части пропустив первую но разве это было бы честно сомневаюсь так что устраивайтесь поудобнее мои дорогие мы начинаем а начинаем мы с гладко имба энерджи пу-па-бу-бу имба энерджи сухой энергетический напиток для геймеров повышает концентрацию внимания и твою продуктивность имба энерджи выгоднее чем энергетики в банках ведь одна порция стоит всего сорок семь рублей ребята это уже без понятия какая по счету реклама данного чудесного напитка на нашем канале сейчас я должен вам рассказать что в нем нет сахара за им бы не нужно ходить в магазин и лапать грязные алюминиевые банки что можно заказать бесконтактной доставкой и так далее но давайте в этот раз без какого-либо тезе скажу как есть вот даже сейчас убираю текст я на территории рунета уже считай амбассадор имбы энерджи и моя физиономия того глядишь скоро будет красоваться на рекламных плакатах на остановках но как бы это не было странно в свободное от роликов и рекламы время я также употребляю данный энергетик потому что он действительно работает вы думаете почему я успеваю делать по три немаленьких роликов в месяц а плюс у им бы есть разнообразные вкусы как например вишня яблоко киви клюква оригинал малина и мохито в одном таком зип-локе 15 порций сухого напитка которые я замешиваю в специальном шейкере не забыли еще мой промо-код со скидкой 10 процентов так вот он еще напомню про дивный комбо набор в которых упакованы несколько разных кусов шейкер и балдежные коврики со скидками до 32 процентов кстати не забудь что ты можешь купить фирменные антисептики имба сейф либо же получить их в подарок при покупке комбо набора имба энерджи переходи по ссылке в описании под роликом для начала стоит обмолвиться про разработку игры и заодно немножечко извиниться в предыдущем ролике я говорил что первая часть вышла в 1993 году хотя на самом деле она вышла в девяносто втором а в девяносто третьем как раз таки вышла вторая часть легенда о кирандии книга вторая рука судьбы вот такой я косячок у вас пожалуйста не курить и меня разработкой все так же занимались ребята из westwood studios и о божечки какие же они великолепные просто после выхода первой части они успели создать вторую дюну и первую игру из серии lands of lore эти игры не маленькие и уж точно не были сделаны на коленке если прибавить к этому вторую часть кирандии то можно словить легкий шок от такого трудолюбия и потока креатива несколько культовых игр за чуть более чем год все-таки сотрудничество с вирджинами дало о себе знать а вы же можете лишний раз убедиться под крылом хорошего издателя разработчики будут чаще и усерднее творить годноту в любом случае нас сейчас интересует рука судьбы вестводы уже набили свои скилухи обзавелись большими бюджетами и глядя на вторую часть и вы увидите стремительный прогресс не будем ходить вокруг да около запускаем игру как вы уже поняли происходит что-то странное а повествование ведется из уст короля брэндона героя первой части эх уже соскучились по этому шалопаю а он крайне обеспокоен тем что его королевство буквально исчезает не разрушается не горит а просто растворяется в воздухе словно дымка над этой бедой размышляют царские чародеи а именно каллок дарн с его драконом и даже новый персонаж марко который хоть и не является могучим чародеем но все равно был допущен до совещания из-за критичности ситуации плюс у него в подручных рука даже не спрашивайте ребят и самое главное на этом совете присутствует алхимичка зонтия кстати сейчас опять вот не текста я чуть вспомнил то что под первым роликом кто-то писал то что в одном из олдовых переводов то ли первой то ли второй части зонтию перевели как сантья сантья вариант конечно неплохой но я в данном случае все-таки привык о зонти и называть но вы если что знаете эти светлые умы обсудили все возможные предположения происходящего но так ни к чему и не пришли однако ситуацию совершенно внезапно спасла рука да мол эта ладонь уже сталкивалась с подобным нужно достать из центра мира якорный камень и тогда все встанет в норму отправляют доставать этот артефакт никого иного как забытый секс символ игровых катал 90-х алхимичку зонтия тут мы понимаем она и есть главный герой данной игры hurry up on this should be enough blueberries to open a portal to the center of the world if they think i'm going to walk all the way down there they're nuts hey all my equipment has been stolen вы узнали предисловие ребят ну а теперь ловите небольшое предисловие от меня лично зонтия персонаж прекрасно написанный у нее есть свой собственный характер умение стрельнуть с ловцом и множество ехидных ситуаций подброшенных самой судьбой мы же начинаем игру с момента обнаружения факта грабежа и сразу же можем кайфануть с очередного мастерства фрэнка клепаки у дамы украли все имущество теперь ей просто так не добраться до центра мира придется двигать своим шагом ведь от обязанностей никуда не денешься и все бы ничего но окружающие не особо стремятся помочь тот же знакомый нам по первой части братанчик фаван хатерофильный но абсолютно бесполезный у стей иерфан окей дом мастер 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 фланган дюдон аванистов гонят 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 поэтому зонти ничего не остается кроме как идти вперед но перед этим переодеться видимо это и есть те гардеробные чары о которых она говорила в первой части все таки хорошо что мимо первой игры мы не прошли а в данном эпизоде из знакомых мест наблюдаем лишь жилплощадь зонти подмечаю что разрабы все так же за душой рисуют локации из-за чего даже спустя столько лет глаз все равно добрадуется кстан в этом пне мы можем найти алхимическую книгу зонтии подробнее о ней я вам расскажу чуть позже а пока что сюжет ей необходимо добраться с этих болот до города а оттуда до острова с вратами к центру мира да все так просто да не просто в этом нам вроде бы может помочь ожиревший паромщик хотя ему на самом деле пофиг на мировые проблемы и я фейр и афин власть и маней марина и в маком максом к все абсолютно равнодушны к тому что киранде тает на глазах делают вид будто это проблема чисто алхимички хотя эта беда не кажется такой бедой так как вокруг множество приколов и приятных отсылок на первую часть а файер бери афинг бранден таро stories эх красота тут кстати в хижине живет семейство жаб да не удивляйтесь это же сказка разумные животные оказались куда дружелюбнее чем люди афин чтобы двинуться дальше нам буквально надо найти сокровище пиратское эти жабы точно не знают где она закопана но чтобы хоть как-то помочь охотно делятся своим имуществом с кляночками мешком с навозом табуреточкой чё-то сейчас пока писал текст кролику в голову пришла шутка певица табуреточка замечательные ребята напоминают странную соседскую семью говорящую на другом языке но зато члены этой семьи всегда приглашают на чай из пиалочек и жирные чебуреки из баранины ладно пока что продолжаем исследовать болот киранди вот любопытная локация зыбучие пески со странной рукой обожаю такие моменты но безвыходных ситуация не бывает зонтия с любой проблемой справится баба она достаточно люто и кстати именно смерть такого необычного персонажа порой забавно больше всего гер-гер-гер i've heard it all before pal i can't help myself i like living dangerously nooo юмор юмором а пора вас уже наконец-то познакомить с нашим интерфейсом ведь именно тут в дупле мы находим волшебный котел алхимички и тем самым полностью открываем все возможности игры инвентарь со времен первой части достаточно изменился а самое главное стал больше вроде бы небольшие изменения но это подняло геймплей на несколько голов выше можно таскать с собой много вещей и не беспокоиться что тут надо выкинуть это чтобы подобрать то следом стоит напомнить что наша героиня алхимичка и способна варить зелья с их помощью она будет решать те или иные жизненные проблемы варит она в магическом котле основываясь на рецептах из своей книги очень много страниц из книги вырваны но мы в дальнейшем потихоньку будем находить утраченные рецептики сейчас у нас требуется лишь ходить вокруг собирать разные ингредиенты и знакомиться с другими челиками таким макаром мы знакомимся ближе с одним из самых хихишных персонажей игры волшебником марко который не очень-то и волшебник а скорее кривожопный фокусник хей зантья хай зантья wait until you see my new rope trick i'm getting to be quite a good magician i'm sure the kids at your next birthday party will be very impressed между марко и зантией легкими шажками расхаживает любовный интерес она вся такая сильная духом а он косорукий но зато добрый желающий помочь тут же мы видим таинственного ассистента руку или как я его ласково называю господин ладошка дружно сделаем вид что не видели главного меню и поэтому не знаем что эта рука совсем уж не простая марко искренне жаждет нам как-нибудь помочь но зантия барышня у нас самостоятельная тут же мы видим пещеру а в ней мышь а точнее злобная крыса не желающая нас пускать вглубь вот же мыши вредные вполне возможно что там сокровища но сейчас мы тут бессильны кстати хотелось бы подметить несколько приятностей в данной игре помните траблы предыдущей игры с яблоками тут мы можем жрать и пить все что захотим все восполняется и заново подбирается а еще всю еду можно скармливать другим персонажем если же предмет действительно важен то зантия его трапезничать не будет иной приятностью являются необязательные проблемы решать кои мы можем но не обязаны well 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 марко what happened to you what i like doing this спасать этого чудилу или нет решать нам на сюжет это не влияет но зато дает окружающему миру приятную наполненность кажется что вокруг полно событий и из-за этого мир воспринимается куда живее такой подход для квеста очень даже хорош правда за решение этой задачки игра одарит нас весьма остроумной шуткой я мог бы это сделать а теперь давайте будем серьезными а то вообще никогда эти места не покинем в книге рецептов есть зелья способные испугать медведя вполне возможно это зелье шуганет и крысеныша но вот нужные ингредиенты достаточно странные и порой заставляют подумать тут же вы можете потерять для себя множество забавных рофлов со словами если будете играть с переводом допустим для зелью нам нужны такие вот странные ингредиенты винди вуф который можно перевести как ветреный гав или же как закрученная струна извивающаяся материя это не дословный перевод а лишь подходящие синонимы и чтобы понять суть надо быть носителем языка под этим предметом подразумевается живая ветка которая ведет себя как извивающийся червяк если бы игра была изначально на русском языке ее вполне можно было бы обозвать ехидной кракозяброй попробуйте потом англичанам перевести с остальными же ингредиентами полегче запах яиц лук слезы ящерицы и поганка которую также можно перевести буквально как жабий стул как бы это не было печально но сейчас такие игры слов уже не часто встретишь так как многие разработчики создают игры с учетом того что потом надо будет переводить на другие языки киранда же как мы можем понять изначально создавалась именно для англоговорящих находим кусок серы одну луковицу мы скармливаем крокодилу тем самым вынуждая его наплакать для нас нужный ингредиент и начинаем приготовление трех порций зелья хотя по факту нам и одного хватило бы и и и и и излишки мы можем опробовать и посмотреть на реакцию окружающих ну хоть они не особо впечатлены но вот реакция крысы бесценна запомните ребята быдлота всегда получает по заслугам за спиной крысы находится огромный череп внутри которого очевидно хранятся сокровища позвольте представить вам первую головоломку вызывающую определенное восхищение и облегчение в первой части больше полагаешься на рандом и удачу а вот во второй части наконец-то появилась логика чтобы открыть череп у хлебала надо в правильном порядке нажать на его зубы но просто так нужную последовательность вам никто не скажет нужно выйти из пещеры и недалеко обнаружить дерево с цветными жуками нажимая на которой вы узнаете шифр в каком порядке нажимали на жуков в таком же порядке надо нажимать на зубы и вуаля сатисфакция от решения задачи получена я доволен в самом сундуке находятся две важные для нас вещи это жезл способный превращать металл в золото и кусочек сыра дальнейшие наши действия достаточно очевидны сыр мы отдаем рыбакам для наживки и те уплывают и их дырявую лодку мы находим уже в другом месте и с чистой совестью забираем себе якорь дабы превратить его в золото теперь логично было бы оплатить проезд паромщику но так уж вышло что лодка и паромщик как говорится на основе правда судьба жирафуфела за에요 не волнует и оно сразу же спрашивает могет ли этот розовый дурачок подбросить ее до нужной ей локации, и он может. Я буду, если вы найдете 4 литров, которые я заберу. Вы слишком много! Спасибо. Вы действительно знаете, как вы обманете человека. Как бы, если я избегаю этого анкера? Спасибо. Как только вы идете на Морнинг Нест, вы можете дать мне одну из этих литров? Конечно, так и как нет, что есть. Новый эпизод в жизни прекрасной Зонтии. Почтальон десантирует героиню прямо на сеновал. Тут же случается очередной пример грамотной игровой архитектуры. Все предметы были утеряны во время полета. Такое будет иногда случаться, но это лишний раз доказывает, что можно не особо беспокоиться насчет неудачно использованного или употребленного в еду предмета, что надо нам выдадут обратно. Как тоже письмо, которое нам надо доставить некому мистеру Гринбери. Я, кстати, не знаю, стоит ли переводить имена, потому что по мнению некоторых это табу, но я все-таки пойду на риск и поэтому этот чучмырло будет у нас господин Зеленый Ягодкин, но о нем немножечко потом. Зонтия продолжает натыкаться на слабоумных. Негодяи. Вот так перед нами встала очередная задача. Разработчики действуют в данном случае по методу «Цель есть, а как достичь ее уже совсем другое дело» и этот метод работает. В попытках прийти к чему-то мы осматриваем прекрасные окрестности и знакомимся с Зелено Ягодкиным. Этому деревенскому мужику мы отдаем письмо и в разговоре житейском узнаем несколько интересных вещей. Еще этот молодой человек оказывается знатный производитель горчицы и в благодарность за письмо делится рецептиком. Вроде бы достаточно стандартный сюжет происходит, но внезапно нам показывает кат-сцену из разряда «Тем временем». Ребят, я не знаю кто тут злодей, да, вы тоже не догадываетесь. Наверное это кролик. А вот и местные технологии. Вы ничего не подумайте, это молотилка, а то уже у многих уверен в голове всякие пошлости всплыли. Мы под эту руку можем всякие вещи кидать и по идее молотить, но вот к электричеству лучше не прикасаться, а то убьете. Плюс отсюда идет водоснабжение в разной части Кирандии, но об этом потом. Что-то полезное для нас может быть внутри подвала горчичника. Пускать нас туда он само собой отказывается. Правда, зачем помогать девушке спасать мир. Следом мы сталкиваемся с еще большим сериализмом. На Сенавале завелся призрак. Справедливо, этого призрака мы как джина должны засунуть в бутылку и дать ему возможность вселиться в пугало фермера. А теперь наблюдайте комичную ситуацию. Эти ребята не только в стратэшке, но и в юмореске нехило так могли. Мы наконец-то можем узнать, что в подвале и заодно наделать бутербродиков. Для готовки надо сделать несколько нехитрых и в то же время не очевидных вещей. Мы уже пустили воду. в которую надо залить молока и довануть. Но как же все это приготовить? Надо сделать бутербродное зелье. Угу. То есть все это кинуть в котел, а потом зелье разлить по бутылкам. Так у нас получаются бутеры в бутылках, которые потом надо бы из сосудов вывалить. Мы в городе! Тут я пожалуй продолжу прям сходу говорить какие-либо мысли и мнения, чтобы все напоследок не оставлять. Пока не было ничего такого сложного или непонятного. Есть некоторые места, где надо подумать, но до этого додумываешься относительно нормально. Без вырвиглазного рандомного бреда. Аля засунь писюн кролика в замочную скважину, чтобы получить 7 цветных морковок и 20 помидорок. Из-за этого как-то больше получаешь удовольствие от прохождения. Ну и еще одна из причин это дизайн. Художники, вы меня покоряете все больше и больше. Первая часть конечно тоже была красивой, но там были лишь леса, леса и еще раз леса. А тут все сцены разные и не похожи на себя. Ну да ладно, в городе все плохо. А точнее важные нам чилики стоят в неком трансе и ничем нам помочь не могут. Тут кстати разрабы оставили неочевидные отсылки на то кто это вообще сделал. Например тут лежат остатки ингредиентов для зелья, которое закидывает людей в транс. Злодейская ладонь. Единственная жизнь творится в баре. Но туда мы просто так не попадем. Сейчас же я вам выскажу один момент, который возможно для кого-то является минусом. Дело в том, что чтобы пройти в бар, надо нажимать на цветные штучки в том же порядке, что мы нажимали в пиратской пещере. То есть в том же порядке, что и цветные жуки. Поэтому если вы не записали шифр до этого, то вы в жопке Есть конечно аргументы, почему это должно работать И почему у некоторых людей в тогдашние времена была эмоция Вау, вот это я удачно сохранил бумажку с тем шифром Хорошо, что я не выкинул ее Видимо расчет был на этом Барное веселье, пираты тусят, пугало чилит, мы можем хряпнуть пенистого И послушать пиратскую поэзию Сейчас мы мало что можем сделать, кроме подбора всяких вещей и рофлов над смущенным пиратом Правда нас отсюда не выпустят, пока мы сами чего-нибудь не зачитаем Волдовых переводов, кстати, старались не париться и просто в стихи запихивали свои юморезки Снаружи ждет нас вот это Кальмар меня поначалу ввел в ступор, но потом я вспомнил, что игра-то сказка В самом сказочно-гротескном стиле, и поэтому я более не задавал вопросов Его, кстати, можно обчистить и даже вызвать припекание в области гузна Для этого возвращаемся в бар и видим потасовку на фоне поэтических споров Весьма по-пиратски У одного из челиков во время драки вылетает зуб золотой Его мы превращаем в железный, забираем себе и превращаем обратно в золотой Делаем это, чтобы во время драки пират не узнал свой собственный зуб и не дал нам по рукам Из этого зуба теперь надо сделать деньгу, а точнее просто раздавить кружочек Но просто так нам не выиграть Тут нужна удача, и тут уж совсем надо быть сверхразумом, чтобы догадаться вытащить подкову на удачу И положить рядом Так мы срываем куш Люблю, когда в играх от наших действий какие-либо неприятные персонажи ловят Батруддинова Деньги, кстати, нам нужны не просто так На них мы потом купим себе билетик, но для этого стоит людей расколдовать В этом нам поможет зелье специальное Для его приготовления у нас есть все ингредиенты, только вот нужно добраться до особого алтаря сомнений Ща, на веревке перелетим Кидаем в котел странные ингредиенты Хотя я поломал голову лишь над тем, как добыть след кролика Оригинальные, конечно, рецепты Хотя, глядя на такие молотилки, я уже вообще ничему не удивляюсь Чтобы зелья обрели силу, надо выставить на алтаре Теперь пора бы спасти этот городишко Первым делом я снимаю проклятие с местного шерифа Он вообще ничем не помогает, да и расколдовать его не обязательно Но делаем мы это опять же ради приколов В беду снова попал наш знакомый Марко Эээ, ну что ж с тобой поделать, юродивый ты наш Мы пытаемся его спасти, но тут приходит шериф И мало того, что мешает, так еще и саму Зонтию сажать в тюрьму Вот тебе раз До этого я ее занул подкованное электричество и получил магнит Не спрашивайте, ребят С помощью данного агрегата, ну, в общем, ничего не получилось Но не беда Мы пускаем тряпку на веревку Получаем от Марка крючок И вуаля Как вы понимаете, Тупич так ничего и не понял О том, что происходит вокруг Мы же уже должны наконец-то свалить отсюда На корабль нас не пустят Поэтому стоит прикупить билетик Однако из билетика мы так просто не попадем куда надо Корабль плавает сугубо до острова людоедов и обратно Нас, кстати, могут пустить на супчик Но этого можно легко избежать с помощью бутербродика Так бы мы и плавали туда-сюда Если бы не схитрили Алхимичка сбивает автопилот с помощью магнита И корабль доплывает до вулкания Правда, моряки быстро смекнули, чья это вина Hey, wait a minute Вулкания! How could this have happened? Вулкания. Этот остров странный, и я даже не знаю, как описать почему. Тут есть вход к центру мира, но попасть мы можем туда самыми разными способами. На острове есть люди, занимающиеся бизнесом. С помощью кого-нибудь из них мы и добьемся цели. Кому-то нужно закинуть достаточную сумму собранных по округе ракушек, морских звезд и прочего. Я знаю, звучит странно, но так все и работает. Пока мы занимаемся собирательством, можно обнаружить странную даму. Мы с ней говорим на всякие темы, но для сюжета она вообще никакой роли не играет. Разве что общение с ней забавное. Заношу я ракушечки в достаточно огромном количестве, и нам говорят, как попасть к центру земли. Лол, да прыгай в дырку и усё. Гениально. Центр мира. Всюду творится дичь неописуемая. Какие-то динозавры, лава и врата к нашей цели. Про поиск ингредиентов я, пожалуй, подробно говорить не буду и сразу скажу. Нам надо сделать зелье плюшевого мешутки, чтобы потом с его помощью оседлать динозавры. Папунти Зантия забрала кусок красной ткани от платья и использовала его, чтобы стальгерить другую рептилию. На то, что произошло дальше, вы должны посмотреть сами. Папунти Зантия забрала кусок красной ткани от платья. Папунти Зантия забрала кусок красной ткани от платья. Марко? И как ты открыл этот портал? Папунти и встань сюда. Мы должны идти к крюшевого мешка. Это почему все исчезает. Марко! Скажи, он красивый. Та-та! Просто чудесно. Все, что мы делали до этого, не имеет какого-либо смысла. Зантия связывается с фавном, но тот мало что может сделать. Портал не открыть и снова надо своим ходом выбираться из центра мира. Для этого мы затыкаем все дырки камнями и тем самым вызываем перегрузку вулканическую. Скажу прямо, с этого момента в игре начинает происходить странное. Да, странное даже по меркам всего остального, что было до этого, но зато саундтрек все так же сжарит мои рецепторы балдежа. Так, этот кусок текста я уже писал на следующий день и с более бодрым настроем могу поведать, что тут да как. Мы в зачарованном лесу, где, как обычно, все идет не по-нормальному. Деревья в ужасе, заградили путь и не дают нам пройти. Они просто еще в некотором шоке от дровосека, что посрубал тут деревья. На диалог они не идут, а схитрить не получится. С другой стороны, стоит благородный рыцарь, не пускающий назад дальше, в другую сторону, просто потому, что он вот такой вот. Тотто Зонтии приходится идти на хитрость алхимическую. Из подручных ингредиентов и с помощью найденного шалопайского камешка она создает зелье снеговичное, дабы зачудить челика. Мы пойдем дальше, но готовьтесь, то, что вы увидите, вызовет у вас неоднозначные эмоции. Если вдруг вас спросят за олдовые квесты, то можете показать эту сцену. У вопрошающих сразу отпадут все вопросы. Алхимичка обязательно прервет этот порочный круг, правда перед этим превратит статую в золото и получит два забавных предмета. Барабан. И одна из костяшек для олдовой игры в зулубке. Этим зулубком мы останавливаем ногу и далее в мозг Зонтии поступает инфа, которая расставит все по своим местам. Балрам и его планет, Тибетс. После centuries of drifting в space, Балрам's parts have begun to land. Мы имеем в виду, и мы видим, что его носа в Милтония. Бои, эти parts вообще не очень опасны. Бои, что мы действительно должны быть очень опасны. До этого я считал Малкольма весьма неоднозначным персонажем, но злая рука какого-то чудила, это вообще какой-то другой уровень антагонистики. С ним мы еще разберемся, а пока же давайте поднимем настрой деревьям. Кстати, глядя на все это, вы потихоньку на интуитивном уровне понимаете, что скоро финал. Это в первую очередь выдает относительно небольшие, но разнообразные локации, а также накал страстей. Сейчас я тут мышь орешками накормлю, и вы увидите. Эта сценка, кстати, дала мне приятное облегчение. Просто я до последнего думал, что Марко на самом деле злодей, а он, по сути, просто добродушный раздолбай. Приключения Зантии на этом курорте не так уж и богаты на события, зато ярко показывают то, как правильно создавать сильных женских персонажей. Ей надо бы подняться на самый пик горы, но без снаряжения сделать это не получится. Все необходимое у мужиков, но те рофлят над ней и говорят, мол, зачем это такой инструментарий женщине? В то время моды на СЖВ не было, и если сильный персонаж женщина уделывала нос мужикам, то это не потому, что она женщина, а потому, что она магет. Вот так же и тут методом хитрости алхимичка цыганит себе всякие ингредиенты полезные. И с помощью особого зелья выдает себя заети. Но как это обычно бывает, вы к такому уже привыкли, наверное, все пошло совсем не так. Чики-брики, чик-чирик, вот сюрприз, у ней кадык. Типичная поговорка в Таиланде про всем знакомые случаи. Примерно такое же случилось и у этого бедняги. Правда, он не особо-то и расстроился. Он, кстати, говорит на переделанном английском языке, где гласные и согласные стоят на совершенно иных местах. Это можно узнать, если использовать на нем наш жезл магический. Я же, будучи вашим верным слугой, специально перевел все его фразочки. Этот эпизод передачи «Ссанный ужин» длится совсем недолго. Зантий пытается найти выход и даже почти убежала, но мохнатый любовник проявляет к ней какую-никакую заботу. Благо на охоту идут мужики, которые мужики только на словах, а на деле сыкичи типичные. У девушки появляется возможность убить двух зайцев одним разом и Йети отогнать, и охотников наказать. Все это делается с помощью того же зелья по превращению в Йети. Эх, еще никогда так красочно не было представлено изнасилование двух мужчин. Зантия тем временем наконец-то смогла добраться до места на горе, откуда можно двинуться к шальным колесикам. Алхимичке же стоит поторопиться, потому что тот же Фавор говорит, что дела в Керандии уж совсем плохи. Мы считаем уже почти около финала, и я думаю, разрабы решили самые ворвежопные головоломки закинуть именно под конец. Данный эпизод у меня по сценарию выделен особым кружком, так как по сути состоит из всего лишь одной угарненькой задачки. Отсюда мы способны добраться лишь пешком по радуге, но вот радужная машина сбилась, и придется нам ее настраивать вручную. Решение достаточно логичное, хотя чтобы допереть, надо реально быть сверхразумом. Все эти склянки надо заполнить цветами радуги, именно в радужном порядке. Ну вы помните, каждый охотник желает знать, где сидит фазан. Если вы до этого доперли, то поздравляю, пол-дело сделано. Осталось лишь из имеющихся ингредиентов понаделать нужных по цвету зелий из книги алхимички и залить в машину. Не помните, какие цвета у каких зелий? Не беда. Просто клепайте все подряд, а там уже поймете. Единственной загвоздкой, пожалуй, является то, что нам надо будет сделать для одного из цветов зелья, рецепта которого нет в книге. Но зато оно было в первой части, и если дотронуться до одного из ингредиентов, то девушка обязательно это подметит. В остальном же все достаточно просто и, как вы видите, логично, однако у многих с этим были проблемы. Радуга запущена, она пора идти навстречу с судьбой. И тут же случается первый конфликт между героем и антигероем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова Эпично, слегка забавно, и при этом на заднем плане звучал такой бодрый саундтрек. Ах, Фрэнкич, для меня до сих пор шок, что ты умеешь помимо писать такую лайтовую фэнтезийную музыку. Эпик-эпик, шикарные виды и алхимичка, которая уже все это конкретно достала. Она достигает колес судьбы и без каких-либо проблем проникает внутрь. Конструкция достаточно чудная и не до конца понятна, каковы функции и что курили создатели. Сразу же становится очевидно. Этот аппарат отвечал за керандию, и рука его просто сломала, а детали спрятала надежно. Зонтия их, конечно, сейчас найдет, но сначала надо решить головолом-очку, лайтовую. Правда, почему ее многие называют самой сложной и выровеглазной, непонятно. Между головами этих статуй надо перемещать груди разных размеров, постепенно заполняя то ту, то другую голову. В награду же мы получаем палку и шестерню. Именно с их помощью мы и восстанавливаем керандийский аппарат. Но это еще совсем не конец. Злобная рука не желает просто так сдаваться. Но и Зонтия не из библиотеки пришла. Продолжение следует... И вот он, конец. Я сам не до конца успел осознать такую внезапную концовку, потому что все действительно закончилось слишком быстро. Однако до состояния удовлетворения меня довели приятные титры, оставляющие пряное послевкусие. Boy, that was a close call. You said it, pal. I, for one, am never going hunting again. Субтитры сделал DimaTorzok О, нет, мы без чиза Попробуем этот звук, он оранж В данном случае я скажу, что получил удовольствие от второй части Алхимичка Зантия весьма интересна и является достойной кандидаткой на роль вайфу Выйдя игра сейчас и в более современной оболочке По ней было бы столько арта в категории 18+, что и не с честь И дело тут не только во внешности, но и в харизме Чувстве юмора Сам сюжет в целом тоже хорош От злодея, конечно, хотелось бы побольше чего-нибудь Тот же Малкольм был харизматичен, а тут, о нет, злая рука, о нет Хотя, возможно, на то и был расчет Ведь основными врагами Зантии были окружающие Равнодушные обыватели, коих совсем не волновали происходящие беды Единственным близким был Дебик Марка Да, он недалекий, но зато был предан и всячески пытался помочь Быть может, в этом и есть суть игры? Сам же геймплей просто хорош Не буду вдаваться в подробности, потому что вы и так все видели Логика в загадках, нет проблем с поеданием яблок Ошибки предыдущей игры исправлены Мне большего для счастья не надо Легенда о Кирандии, книга вторая Это годный и самый правильный во всех смыслах квест тех времен Всем категорически советую к ознакомлению А на сегодня все, мои дорогие друзья Ставьте лолипопс, а я же пойду снимать ролик по третьей и последней части этой серии игр Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok